Тема 700, сумки из книг Пока одни люди не знают, что делать со старыми книгами, и выбросить жалко, и даром они никому уже не нужны, одна американка, по имени Карен, делает на них неплохой бизнес. Она делает из них модные сумки и продает по 60 доллар за штуку. Карен когда-то работала в книжном магазине и периодически ей приходилось относить выведенные из продажи книги на помойку. Неужели с ними нельзя ничего сделать? Думала она мучительно. И в один прекрасный момент решила дать старым книгам новую жизнь, делать из них сумочки. Она нашла какое-то пособие в интернете и стала по нему делать свои первые изделия. Конечно, не все сразу у нее. Получалось идеально. Но после нескольких попыток и неудач она научилась делать сумки, которые уже можно носить. Они стали получаться симпатичные и модные. Ей и ждал оглушительный успех. Так как эта идея была очень оригинальной, про нее написали некоторые СМИ, в том числе Бурфиет. Карен поняла, что нашла золотую жилу, ушла с работы и всю себя посвятила своему делу. Она делает эти сумочки у себя дома и продает через ЕЦЕ, со своей страницы ецепунта.com.br Продала уже более 10 тысяч штук, заработав примерно 600 тысяч долларов. Как она делает свои сумочки? Сначала она вынимает из книги листы. Надевает на... Твердую книжную обложку, прозрачную оберточную обложку. Внутреннюю поверхность покрывает черной хлопковой тканью. Делает внутренний карман и навешивает маленькую сумочку-кошелек на молнии, которая крепится при помощи липучки. Эту сумочку нужно заказывать отдельно и она стоит примерно 10 долларов. Сумочка-кошелек может быть самой разной расцветки. Ручки прикрепляются стандартные, видимо, где-то в Америке они продаются отдельно, но разные. Ручки покупатель может выбрать любые, короткие, длинные, деревянные, прозрачные, совсем без ручки, тогда получится клач. С одной стороны сумки прикрепляется пуговица, которую... Можно выбрать, с другой стороны размещена петля из гибкой ленты. Благодаря этому нехитрому приспособлению эту сумочку можно закрыть и защитить внутреннее содержимое от вываливания. Дополнительно можно заказать ножки и уголки, сделанные из Конституции Соединенных Штатов. Некоторые сумки Карен делает на заказ, из любимых книг, которые ей присылают клиенты. Еще мастерица делает из книг бумажники, в них же можно хранить наушники и мобильные телефоны. Их тоже хорошо покупают. Более того, пишут восторженные отзывы. А что в России? Сейчас модны сумки в виде книг. Но обычно они делаются... Из кожи или тетрад с мастерством, которые делают их похожими на книги. Тут же настоящие книги превращаются в сумочки. От этого они становятся еще более уникальными, и более дешевыми. Тем более выполняют и очень важную экологическую роль, помогают с пользой перерабатывать то, что уже не нужно, мусор, так сказать. На нашей ярмарке мастеров я видела сумки а-ля книги, по цене от 1800 рублей выше. Но никто, насколько я знаю, еще не делает сумки из настоящих книг. Может быть, вы будете первым. Во всяком случае, в своем городе наверняка. Тогда вы имеете шанс получить долю внимания со стороны федеральных, областных или... Местных СМИ. Такой бизнес не требует больших материальных затрат. Берете книги бесплатно, у населения, библиотеки, книжного магазина или школы, мне кажется, сумочки из бывших учебников, отличный подарок для выпускниц школ. Сделать прозрачную обложку, обшить книгу изнутри черной тканью, приделать ручки, большого мастерства и каких-либо сложных станков не требует, все можно сделать вручную и просто аккуратно. И все. Товар готов. Можно продавать. Где продавать. Да где угодно. В местных магазинах, в том числе в магазинах подарков. В социальных сетях. На ярмарке мастеров. На ЕЦИ, если, конечно, найдете. Англоязычные обложки. У меня есть еще одна идея касательно подобных сумочек, которая поможет расширить ассортимент и привлечь новую аудиторию. Еще одна идея с сумками из книг. Так как подобная сумка обертывается в прозрачную обложку, возможно, можно сделать так, чтобы изображение под этой обложкой можно было менять. Предложите девушкам дополнительную услугу, отдельно напечатанные вкладыши под эту обложку, готовые или под заказ. Это может быть картинка под соответствующее настроение, фотография любимого или фото с последней поездки куда-нибудь далеко, а можно и создать подобную картинку при помощи фотошопа. Наши девушки очень любят выставлять на показ все, что у них есть. Пусть выставляют с вашей помощью еще больше, еще разнообразнее. Субтитры создавал DimaTorzok Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса». Субтитры сделал DimaTorzok